Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на одноименный канал, где я выкладываю регулярные видео о криптовалюте. Сегодня начнем с крайней степени пессимизма, приправленной кровью рынка и слезами трейдеров, но закончим оптимизмом, с которым я иду навстречу будущему криптовалюты. За эти пару дней биткоин потерял около 10% стоимости и в который раз падает ниже 10 тысяч долларов. И хотя казалось бы, что каждый новый минимум находится выше предыдущего, интерес к криптовалюте, который достиг своих максимальных значений в июне, сейчас постепенно начинает угасать. Это видно по гугл-трендам для биткоина. В период с 23 по 29 июня, когда биткоин осилил свой годовой максимум, количество запросов зашкаливало. Сейчас же оно упало более чем вдвое. На первый взгляд, рынок находится в крайней степени пессимизма. Индекс страха и жадности находится на уровне 5, что означает максимально экстремальный страх. До таких отметок с начала 2018 года вообще не было. Возможно, то, как движется цена, является причиной такого уровня страха. Но главной причиной я бы назвал некие законодательные и регулирующие процессы, которые происходят вокруг основных игроков криптовалютного рынка. К примеру, 19 августа, наконец, было принято решение по Bitfinex и Тезеру в Нью-Йорке. В опубликованном документе говорится, что судья отклонил просьбу Bitfinex о прекращении преследования в соответствии с действующим законодательством города. Суд, опираясь на доказательства и действующее законодательство, считает допустимым рассмотрение данного дела. Поэтому просьба ответчиков отклоняется, а также отменяется временный запрет на проведение расследования. Вероятно, нас ждет еще более глубокое расследование того, как на самом деле работают Тезер и Bitfinex. И мы, наконец, поймем уровень мошенничества, в которое могут быть вовлечены Bitfinex и Тезер. Чтобы понять, насколько это может испугать инвесторов, достаточно взглянуть на рыночные объемы Биткоина и Тезера. Как мы видим, у Тезера объемов больше, на 2 миллиарда долларов. Да, вы скажете, что кроме Тезера есть множество других стейблкоинов, количество которых постоянно увеличивается, а в разработке их даже еще больше. Но если посмотреть рынки Биткоина, то мы видим, что главная криптовалюта в подавляющем большинстве случаев торгуется по отношению именно к Тезеру. Так что это не очень хорошие новости для криптовалютного рынка, ведь если Тезер соскамится, то последствия будут очень серьезными. Трудно понять на самом деле, сколько в случае полного провала Тезера будут стоить Биткоины и Альткоины. Возможно, именно этот фактор и утопил индекс страха и жадности почти в ноль. Однако, как говорил Орен Баффет, будь жадным, когда остальные боятся. Тем не менее, если насчет Альткоинов я и сомневаюсь, но в Биткоине я полностью уверен. Ведь главная криптовалюта уже не раз доказывала, что может получить невыносимые другими активами удары, а после неожиданно и назло скептикам восстановиться. Немногие активы могут оправиться после потери 94% стоимости. И именно такие пессимистичные данные и дают нам право быть оптимистами. Следующий пузырь от 10 до 25 тысяч долларов будет эпичным и столь же ужасным. Вам стоит знать, что оригинал этого поста на Reddit был опубликован 4 года назад. Как раз тогда, когда Биткоин переживал вот этот пузырь от 100 до 1200 долларов за несколько недель, а после обвалился до 200-300 долларов. Все мы знаем, что причиной тому стало и падение MT-GOX, криптовалютной биржи, на которую приходилось до 70% от всех торгов Биткоина. Сегодня это кажется чем-то незначительным, ведь мы видим вот это восстановление, после которого пузырь в 2013 году кажется чем-то миниатюрным. Но представьте, что будущее еще не произошло, и вы видите только это. Как Биткоин падает после пузыря все ниже и ниже, демонстрируя отскоки дохлых кошек, а ваш портфель тает на глазах. Во время этого крайне трудно прогнозировать восстановление рынка. Но этот человек все равно делает пост, что будет очередной пузырь, да еще и на таких сумасшедших для того времени отметках. Напоминаю, тогда, когда этот пост был опубликован, Биткоин торговался на уровне 200-300 долларов. Вот что он писал, «Биткоин стал ценным, желанным и дефицитным ресурсом. Просто люди этого еще не осознали. Но когда они осознают, мы увидим марш вверх. Это будет грандиозное и ошеломляющее движение. Однажды мы вырастем от 300 до 350 долларов, и это заставит нас улыбаться. Еще через неделю мы достигнем полутысячи долларов, и появится множество позитивных новостей. Народ это заметит. Потом 800, 900, 1300, новый исторический пик. Это будет эйфория, которая закончится паникой. Две тысячи, четыре тысячи. Интересно, как высоко он может вырасти. Люди кинутся покупать актив, который растет изо дня в день. Пять тысяч, семь тысяч. Те из нас, кто уже владел активом, на этих отметках задумаются, а продавать ли? Или рост продолжится? А в этот момент все говорят об этом. Даже ваши родственники, которые раньше воротили носом, будут спрашивать, а как они могут купить хотя бы кусочек, как можно быстрее, пока эти кусочки еще не слишком дорогие. Многие начнут паниковать и распродавать. Ребята, удивительно, как еще четыре года назад человек расписал все то, что произойдет во время следующего пузыря. Я не знаю, как далеко зайдет следующий пузырь. Возможно, до 28 тысяч долларов перед значительной коррекцией. Но вы точно будете готовы поспорить, что если биткоин достигнет такой цены, люди будут представлять, что она вырастет вплоть до миллиона долларов за монету. И причем очень быстро. Возможно, финансовый кризис добавит жару. Кстати, такие люди действительно появились. Например, Джон Маккафи с его миллионным прогнозом. Остаток нашей жизни будет наполнен такими моментами, которые невозможно было бы себе представить в прошлом. Следующий пузырь биткоина будет одним из таких моментов. Тут так и хочется добавить, а что лучше, жалеть об опущенном моменте, если момент оправдал себя, или жалеть о том, что попробовал, если момент не оправдал себя. Я хочу, чтобы вы задумались о том, что должно произойти в мире, чтобы этот прогноз оправдался. И что должно стать причиной масштабной коррекции, когда цена биткоина упадет от 25 тысяч долларов до 2 тысяч. Мудрость заключается в том, что нет ничего нового под солнцем, и история всегда повторяется. Богатство — это результат принятия просчитанного риска на основе приобретенной вами мудрости. Кстати, ребята, даже 4 года назад, когда этот человек писал этот пост, он почти угадал не только то, что будет происходить, но и ценовые отметки. Да, немного промахнулся, но всё равно впечатляет, ведь пузырь раздулся не до 25, а до 20 тысяч долларов. А масштабная коррекция вернула цену не к 2, а к 3 тысячам долларов. Но самое интересное заключается в том, как публика среагировала на этот пост тогда, после того, как пузырь биткоина лопнул, и монета торговалась в районе 200 долларов. Тут вообще есть хорошие посты? И ты, дорогой читатель, можешь поучаствовать в революции денег. Купи полный курс, чтобы узнать больше. Фантазёр ты меня называла. Видимо, скоро начнётся дефицит платков и бумажных салфеток. Цена скорее пойдёт ещё ниже 100 долларов, чем до тех отметок, о которых ты говорил. Этот чувак клоун. 10 тысяч долларов за биткоин? Лол, никогда такого не будет. Забавно, да? Ведь похожие комментарии можно увидеть даже под моими видео спустя 4 года. Ничего не меняется, и под этим солнцем нет ничего нового. К сожалению, нашлось немного комментариев, поддерживающих автора этого поста. И это вполне законно, ведь на тот момент после обвала рынка таким было настроение подавляющего числа участников рынка. Но в итоге будущее отыграло так близко к этому прогнозу, как могло. Всем, кто скептически относится к биткоину сегодня, кто не верит в него, рано или поздно придётся принять тот самый факт, который они так старательно пытаются игнорировать. Институционализация биткоина уже происходит. И не завтра, не послезавтра, а уже сегодня. Да, это происходит не быстро, но происходит. Впервые в истории институциональные инвесторы смогут покупать биткоин с минимальными рисками с помощью платформ BACT и Fidelity. BACT, кстати, назначили запуск платформы на 23 сентября этого года. Ведь, наконец-то, были получены разрешения от таких регуляторов, как, например, CFTC. Также не стоит забывать и о том, что традиционные финансовые системы начинают вовлекаться в токенизированное пространство. Например, IPO переформатируется на полностью регулируемые IPO на токенах стандарта RC20. IPO – это первая публичная продажа акций, что-то типа ICO на рынке криптовалют. Райан Шон Адамс, основатель MIFOS Capital, говорит, что на блокчейне Эфириума будут проводиться IPO, которые зарегистрированы в комиссии по ценным бумагам и биржам США. Однако в некоторых странах институционализация криптосферы зашла еще дальше. Например, в Японии крупнейшая платформа для электронной коммерции запускает собственную платформу для торговли биткоином, причем напрямую по отношению к японской национальной валюте. И даже японское правительство возглавляет криптовалюту, создавая криптовалютную альтернативу SWIFT. А ее уже одобрили страны Большой Семерки, а также группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Если вы все еще не поняли, то это самые большие институциональные продвижения на криптовалютном поле за все время наблюдений. И при этом биткоин торгуется на отметке 10 тысяч долларов, а не трех. И даже если тезер склеит ласты, совершенно другая инфраструктура уже готова идти ему на смену и поддерживать рынок на долгосрочной перспективе. Я ненавижу делать свои прогнозы публично, потому что я знаю, в кого потом полетят камни. Однако сегодня я хочу сказать, биткоин достигнет 100 тысяч долларов в следующем пузыре. И знаете, зачем я так сказал? Чтобы увидеть в комментариях следующее. Тут вообще есть хорошие посты? Фантазер ты меня называла? Цена скорее пойдет ниже 10 тысяч долларов, чем до тех отметок, о которых ты говорил. Этот чувак клоун. 100 тысяч долларов за биткоин? Лол, никогда такого не будет. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатеете. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok